меня зовут виктор зуйков я ведущий свадеб и это кирилл богатырев сооснователь сети свадебных ресторанов весенний клиент приходит в зал может быть на уровне ощущений или на уровне каких-то таких ну нюансиков фишечек понять наш зал или не наш вот от себя что могу сказать я прихожу в зал во первых это отношение менеджеров конечно же во вторых это чистота мне кажется что очень должно быть чисто везде в каждой точке ресторана и бывает мы приезжаем какие-то очень популярные пафосные рестораны но ты просто проводишь пальцем по подоконнику и понимаешь что вся твоя одежда который только что до положил она грязная потому что там там вот такой слой пыли хотя это гардероб для гостей и через 30 минут сюда приедут гости мне приходится к ведущему бегать искать человека который сможет навести чистоту то вас всегда чисто у вас всегда приятно как есть еще какие-то моменты вот как вот можно понять наш зал или не наш белый рак сет слышать свое сердце на первоочередное потому что бывают такие моменты когда я это я вспоминаю еще вот когда давно-давно-давно лет 10 назад или может даже 12 когда я только начинал вести свадьбу вот был ресторан который я рекомендовал активно я работал от этого ресторана как ведущий и и там действительно было все круто то есть был большой зал были возможности выхода по параду там все было сделано да вот там было хорошо и невеста говорит так мы еще посмотрим что выбирать все-все от едны просто все классно и потом она приводит меня в тот зал где который она выбрала это маленький зал какой-то там можно столы поставить только буквой т да и то есть очень неудобно будет вести программу все это вот такое и я смотрю в ее глаза они горят то есть она не видит вот этих всех как бы моих профессиональных бонусов ей просто в кайф это тот зал вот я хочу вот тут и там были нюансы то есть там могла быть даже пыль она ее не заметила это вот знаешь про то как то есть выбирать лучше всего сердцем потому что если бы сидеть на свадьбе и говорить все настолько продумано вот как бы а нутром чуить как бы что хотел другое да то это наверное поэтому но это прежде всего то есть мы рассказываем те преимущества которые есть а выбор все-таки он за людьми и это вот где-то внутри особенно выбирает же место все равно а девчонки выбирают не мозгом а сердцем три признака того что ресторан вам точно не подойдет как вот люди могут это понять лично я я могу сказать то есть я не буду давать такой совет для всех как бы я поступил до в таком случае то есть если я не увидел бы прозрачности цен я бы наверно как бы очень сильно задумался либо если бы очень мне ресторан понравился я бы их просто дожал бы вопросами чтобы я видел все цены и чтобы они мне подписали что это будет так условно потому что свадьба это большой бюджет и когда ты там тратишь там при этом 700 тысяч условно да и вдруг у тебя получается как бы 780 а ты как бы как бы думал 600 или все-таки 700 и это был предел и тут говорят да это все а потом так раз еще 80 и ты такой откуда их возьму и ты понимаешь что от этого как бы из на тебя смотрит твоя невеста и и такая вот и ты а начинаешь искать эти деньги то есть вот этот момент прозрачность и цен просто для собственного спокойствия второе это но часть народ возможность вообще в принципе почитать отзывы о ресторане вот это тоже только ключевой момент если нету отзывов то если очень например новый совсем ресторан то ну такая рулетка может получиться может не получиться ведь непонятно может быть как бы эти люди начали до свое дело и вроде на запале все хорошо а у меня свадьба через полгода и что-то там не знаю с ориентаторами не пошло что-то ну как бы и вот этот нюанс третий пункт это это люди это это прежде всего люди то есть если я прихожу и в людях это есть вот то вот этот комфорт да вот клиентоориентированность да то она она будет и там если ее нет реально я просто вспоминаю свою свадьбу и мы приходили в рестораны мы пришли и что хотели и вот мы понимали что как бы то есть нам будет помимо того что мы еще дадим денег нам очень нужно будет как бы добиться что по еще поработать короче за эти деньги поэтому вот этот момент это люди хочется подводя итоги этой беседе еще раз поблагодарить кирилла это сооснователь сети свадебных ресторанов весенний которых на сегодняшний день санкт-петербурге насчитывается уже 6 я уверен что это не предел потому что это замечательная сеть сюда всегда приятно приехать работать здесь всегда замечательная атмосфера спасибо кирилл богатырёв свете большие спасибо